Хабар 24 в эфире вы смотрите новости в студии Иван Тулинов. В этом выпуске начнем подводить итоги сегодняшнего дня. В начале выпуска коротко о главном. Инвестпроект на миллиарды тенге оказался под угрозой срыва в Костанае. Почему Акимат решил отобрать участок, выданный ранее под строительство? Коронавирус снова угрожает Европе. Десятки тысяч новых случаев ежедневно. Сезон летних отпусков под вопросом. Подробности в международном обзоре. С началом летнего сезона участились трагедии на воде. Есть ли в столице безопасные места для купания? Оленей из далекой Сибири привезла на запад страны жительница Уральска. О необычной для региона ферме мы расскажем в выпуске. Сегодня Касымжимар Тукаев принял директора бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Матео Микачи. Они обсудили вопросы сотрудничества в области демократии и верховенства закона. Президент приветствовал подписание меморандума о взаимопонимании между уполномоченным по правам человека в Казахстане и бюро. Также глава государства рассказал Матео Микачи о проводимых в Казахстане политических реформах. Директор бюро подчеркнул, что страна остается для ОБСЕ важным партнером. Демократизация политического строя невозможна без изменений в правоохранительной и судебной системах. Такое мнение озвучили члены комиссии по правам человека при президенте во время заседания, посвященного повышению правовой безопасности казахстанцев, что отмечено в обновленной конституции. Особое внимание уделили функции, которыми планируется наделить Конституционный совет. В настоящее время идет работа над соответствующим законом. Члены комиссии по правам человека при главе государства планируют принять участие в этой работе. С 1 июля вырастут цены на бензин в нескольких регионах. В Казахстане истекает срок регулирования цен на топливо. В Минэнерго уже подготовили проект приказа об изменении розничных цен на бензин и диз топлива. Документ разместили на портале открытые НПА. И теперь стоимость литра бензина марок АИ-93 и 92 вырастет до 187 тенге. Но только в Костанайской и Североказахстанской областях. Повышение стоимости в этих регионах в Минэнерго обосновали высоким уровнем затрат на перевозку и удаленностью от заводов-производителей. В остальных же областях цена останется на прежнем уровне. Эти изменения будут действовать 180 дней. При этом стоимость дизельного горючего в ведомстве оставили прежней. Напомню, в начале года резкое повышение цен на топливо в Казахстане привело к массовым беспорядкам. После этого президент поручил ввести предельные цены на нефтепродукты по всей стране. А в разрезе регионов цены на бензин сложились следующим образом. Больше всех тратятся на топливо марки АИ-92 жителей Петропавловска, Нурсултана, Кокшетау и Караганды. Литр варьируется в пределах 182 тенге. Средняя цена сохраняется в Таразе, Казалорде, Павлодаре и Семии – 178 тенге. Самое дешевое топливо в Атырау. Там литр бензина можно залить за 168 тенге. Между тем, в Алматы, Петропавловске и Кокшетау – самый дорогой бензин марки АИ-95-96. Литр продается в пределах 215 тенге. В Актау, Атырау, Казалорде, Таразе и Семии стоимость этой марки топлива ниже средней – примерно 204 тенге за литр. На сбой в мобильном приложении «Такси Яндекс.Го» жалуются казахстанцы. Днем пользователи не могли воспользоваться услугами сервиса и заказать транспорт. В пресс-службе компании сообщили, что сбой произошел не только в Казахстане, но и в России. Специалисты уже работают над устранением неполадок. Под угрозой срыва оказался инвестиционный проект стоимостью 15 миллиардов тенге в Кустанае. Причина – в земельном споре. Под строительство мясокомбината в областном центре был выделен участок в 25 гектаров. Но теперь Акимат намерен расторгнуть договор с предпринимателем и вернуть часть земли в госсобственность. Подробности в материале моих коллег. Этот мясокомбинат на окраине Кустаная запустили 4 месяца назад. Он занимает 11 гектаров земли. Второй этап проекта – строительство на 14 гектарах завода для переработки субпродуктов. Из остатков сырья планируют выпускать костную муку, полуфабрикаты и корм для животных. Мы сможем использовать не только свою продукцию, но и принимать продукцию у других производителей в радиусе тысячи километров от нас запросто для того, чтобы избежать неправильной утилизации отходов боинских. Все это будет перерабатываться именно здесь. Но запуск переработки субпродуктов на грани срыва. Землю, которую выделили под строительство второго завода, могут изъять. Прокуратура выявила нарушение в процессе выдачи участка. Его не включили в карту поддержки предпринимателей. А в таком случае положен аукцион. Городской Акимат решил в одностороннем порядке расторгнуть договор с предпринимателем. Чтобы исправить ситуацию, в документы нужно внести изменения. Второй участок дополнительный был предоставлен без проведения торгов аукциона. И якобы он не входил в инвестпроект. Поэтому мы подали в суд для признания незаконным. Нужно будет внести в постановление Акимата области изменения. В инвестпроект включить целевое назначение. После этого мы предоставим организацию. Тем временем для реализации второго этапа проекта готово все. Генеральный план завода, инвесторы и деньги. Наталья Строкова, Сергей Трахтенберг, Кустанай, Хабар, 24. В селах на севере страны ухудшается ситуация с водоснабжением. В населенных пунктах в последние годы строят и реконструируют разводящие сети, подводят воду в дома. Но с разрешением одной проблемы приходят другие. Теперь воду сельчанам дают по часам. И это в разгар лета, когда нужно поливать огороды и чаще поить скот. В чем проблема? В частности, в селе Чистовском узнали наши корреспонденты. Я не знаю, есть сегодня вода, нет. Но сегодня вроде была. Да, сегодня есть. Сегодня дали. Те дни не было. Почему дали? Не знаете? Ну, потому что везде в группах. Мы писали, что приедет телевидение. Вот сегодня нам с утра прям вот дали. Напор хороший. Могут, когда хотят, говорит Светлана Луи, жительница села Чистовского, рассказывать, что в этом году ситуация с водоснабжением стала хуже. Воду дают по часам, напора нет. В час давали, в пять отключали. Вот такой вот струечкой. В ведро стоишь, полчаса набираешь. Потом и вот не отойдешь. Надо все эти четыре часа набрать ровно на сутки воды. Что происходит с водоснабжением в селе на встрече с населением, рассказал представитель филиала и сельсу. По словам Виктора Мелишева, они вынуждены ограничивать подачу, иначе вода не дойдет до других сел. Большая проблема в том, что нет в деревнях запаса воды. Именно водой пользуются сразу с магистрали. Из-за этого очень сильно садится давление магистральное. У нас на этой ветке еще находится 16 попутно населенных пунктов. Самый дальний находится на 50 километров удаления. К слову, в Чистовском водонапорная башня есть, но она в частных руках и в довольно запущенном состоянии. По словам жителей, руководитель местного сельхозпредприятия приватизировал объект еще в 90-х. Башней пользуется только ТО Чистовский. Он себе туда набирает воду, поет скот оттуда, на поля возит. Мы подозреваем наш народ, села Чистовского, что нашей водой, которая отпускается народу, населению, пользуется ТО Чистовский. Разводящие сети к башне сейчас не подключены. Их реконструируют с 2019 года. Уже затратили 27 миллионов тенге. Надо, чтобы ТО Чистовский передал, наверное, на баланс в ЖКХ, я так думаю, в районный ЖКХ. И тогда, наверное, будет как-то выделение денежных средств или с областного, или с республиканского бюджета. И тогда, наверное, они построят башню. По предварительным расчетам, на новую башню нужно около 10 миллионов тенге, а комплекс с накопителем обойдется в несколько сотен миллионов. Так что пока пытаются обойтись собственными силами. Сейчас есть договоренность с директором ТО Чистовского, что вот этот резервуар существующий, он будет обследован и отремонтирован. Далее уже будет вода поступать через резервуар, через накопитель. Не устраивает сельчан и норма потребления. Всего 140 литров на человека в день. Жители негодуют. Знали бы, что будут такие ограничения, пользовались бы общими колонками. А не тратили деньги на подведение воды в дом. Нургуль Ахметова, Кристина Юсичева, Толя Генеманов, Североказахстанская область, Хабар, 24. Вторые сутки на озере Шалкар в Западноказахстанской области продолжаются поиски восьмилетнего мальчика. Утром в Теректинский район вылетел вертолет. Напомню, днем 22 июня ребенка унесло в озеро на надувном матрасе. За ним поплыл его дедушка. Сразу же на поиски на катерах выехали спасатели. 65-летнего мужчину нашли в 11 ночи, а мальчика ищут до сих пор. Сегодня к поисковым работам также подключили мотоциклы и конный батальон. Водолазы отмечают на дне озера много ям, глубина которых достигает 10 метров. Для поисковых работ задействованы 21 человек. Это спасатели, 6 единиц полотных средств и 2 единицы техники наземной. Также к поискам подключились неравнодушные волонтеры, жители села Сароумы, рыбаки, охотники. Трагедий на воде с участием детей с началом школьных каникул стало больше. Почти в два десятка смертей по всей стране. И это только за пару месяцев. В столице спасти не удалось трех несовершеннолетних. Они купались в неположенных местах. Спасатели говорят, отдыхая у воды, жители забывают о правилах безопасности. Динара Абдирова выясняла, какую опасность представляют дикие пляжи и как обезопасить себя и своих близких на воде. Купаться на этой территории запрещено. Стоят даже предупреждающие знаки и вот такие ограждения. Но для столичных жителей это не помеха. Дети и взрослые перепрыгивая через эти ограждения идут купаться. Хотя здесь это делать крайне опасно. Эти бассейны в триатлон парке представляют большую опасность как для детей, так и для взрослых. Уже второй год спасатели твердят, пляж построен с нарушением требований безопасности и использованию не подлежит. Однако горожане закрывают глаза на запрещающие таблички и продолжают здесь купаться. Не помогают даже штрафы, говорят специалисты. Чем опасно? То, что мы не знаем, что там на дне находится реки. То, что там внизу не было обследовано, нет оборудованных мест для купания. Например, нет спасателей своих, нет вышки, нет спасательных кругов. Конец Александров. Ну, те требования, которые должна обеспечивать нашего населения. На этой территории мы не имеем права работать. Почему? Потому что это не входит в наши компетенции. И если вдруг здесь произойдет несчастный случай, спасателей рядом может не оказаться. Мы здесь купались, мы думали, можно, просто закрыли на ремонт. Ваши родители в курсе, что вы сюда приходите? Да, мама в курсе. Если желания будут, то, возможно, буду приходить. С начала года на водоемах столицы погибли трое детей. Все они купались в местах, не предназначенных для этого. Официально плавать разрешено лишь в трех местах. Это центральный городской пляж, зоны отдыха Три Пискаря и столичный двор. Конечно, для мегаполиса этого недостаточно. Поэтому люди часто выбирают дикие пляжи. А их по городу в семь раз больше. При этом чаще всего тонут те, кто плавает хорошо, отмечают специалисты. Причины трагедии разные. Отдыхая на водоемах, не санкционируя в водоемах, люди начинают расправить спиртные напитки. При этом теряют бедительность, начинают переоценивать свои возможности. Родители заплывают на большую глубину, на большое расстояние. И третий фактор – это, наверное, оставление детей без присмотра. То есть, либо дети во время летних каникул гуляют самостоятельно, группами купаются в запрещенных местах. Либо когда совместно с семьями отдыхают, то есть, родители оставляют без присмотра, а ребенку хватает там буквально нескольких секунд, чтобы уйти на глубину. Заметив тонущего человека, специалисты рекомендуют подплыть к нему со спины и сделать захват. Затем в таком положении доставить пострадавшего к берегу. После транспортировки ему нужно оказать первую медицинскую помощь. Переочередная мера показания помощи утопающему – это поставщик укладывать на колено животом вниз, чтобы освободить его дыхательные пути. Очищают ротовую полость, извлекают всю воду из легких. После этого пострадавшего укладывают спиной на твердую поверхность, запокидывают голову, растягивают одежду, обеспечивают свободное дыхание и выполняют реанимационные действия. Все эти действия необходимо выполнять до прибытия скорой помощи. Отмечу, сейчас столичные спасатели работают в усиленном режиме. Ежечасно специалисты патрулируют водоемы, а также спасают людей и проводят рейдовые мероприятия. Ведь купальный сезон требует особой бдительности. Динара Абдирова, Марат Дихамбаев и Аян Сарсимбаев, Хабар, 24. 200 миллионов детей в мире прервали свое обучение в этом году. Такие данные озвучила директор фонда ООН по образованию в чрезвычайных ситуациях Есмин Шериф. Треть учащихся вообще не посещают школу. Почти 120 миллионов посещают образовательные учреждения, но не умеют читать и писать. В основном это дети, живущие в зонах конфликтов, таких как Сирия, Демократическая республика Конго, Афганистан. Из-за военных действий в Украине свыше 5 миллионам детей также пришлось прервать свое обучение. Рост проблем в школах связывают также с пандемией и изменением климата, приведшего к стихийным бедствиям в нескольких регионах мира. Коронавирус снова угрожает Европе. Десятки тысяч новых случаев в день. Сезон летних отпусков под угрозой срыва. А в Азии, несмотря на отмену ограничений, люди по-прежнему носят маски, которые вместе с вакцинами специалисты считают самой лучшей защитой от COVID-19. Ученые подсчитали, сколько жизней спасли прививки по всему миру. Подробности в международном обзоре. Сразу в нескольких европейских странах снова задумались над ужесточением коронавирусных ограничений. Первыми вспышку зафиксировали в Португалии, где ежедневные показатели COVID-19 в начале месяца перевалили за 30 тысяч. Почти 100 тысяч заболевших за один день выявили на этой неделе в Италии, Франции и Германии. Всему виной распространение агрессивных подвариантов омикрона. Они уже стали доминировать в Западной Европе. Медики объясняют волну снятием ограничений и снижением темпов вакцинации. Эксперты призывают вести контрмеры, иначе больницы столкнутся с наплывом пациентов. Несмотря на волну заражений на европейских курортах небывалый ажиотаж. По многим направлениям распроданы все туры, а в воздушных гаванях огромные очереди. Причиной стала нехватка сотрудников, которых уволили во время пандемии. Служба безопасности Амстердамского аэропорта заявила, что не справляется с таким пассажиропотоком. Аналогичная ситуация в Стокгольме и Дублине. Авиационные власти призывают компании ограничить количество рейсов, пока не наберут новых сотрудников. После двух лет пандемии люди снова хотят путешествовать, и авиакомпании наблюдают огромный спрос. Однако этот всплеск создал некоторые проблемы. Аэропортам и авиакомпаниям требуется довольно много времени, чтобы набрать, обучить и оформить допуск на работу для своих сотрудников. Так что пройдет еще несколько месяцев, прежде чем ситуация вернется в привычное русло. Тем временем в Таиланде отменили обязательное ношение масок на улице и в общественных местах. Однако местные жители не спешат с ними расставаться. По данным Минздрава, 94% бангкокцев заявили о намерении и дальше носить маски. Аналогичные показатели и в других частях страны. Власти рекомендовали носить защитные средства только в людных местах и плохо проветриваемых помещениях, а также в случае отсутствия социальной дистанции. Еще одним действенным методом защиты от вируса специалисты называют прививки. По данным британских ученых, за год широкого применения вакцины против COVID-19 спасли 20 миллионов жизней. Исследователи спрогнозировали, как ситуация с коронавирусом развивалась бы в отсутствии препаратов. В модели учитывались различия в уровне иммунизации, а также в эффективности вакцин. Кроме того, ученые пришли к выводу, что еще полмиллиона жизней можно было сохранить к концу 2021 года, если бы была достигнута цель ВОЗ по вакцинации 40% населения каждой страны. В Москве состоялась передача останков трех найденных во время поисковых работ казахстанских солдат, погибших во время Великой Отечественной войны, с российской стороны останки передали представители поискового движения России. С казахстанской стороны за доставку на родину взялись представители общественного объединения Атамнын Аманате. С 2019 года объединение занимается поиском солдат и офицеров, призванных из Казахстана, и пропавших без вести в годы Второй мировой войны. В этот период было призвано полтора миллиона казахстанцев, 600 тысяч погибли, около 271 тысячи признаны пропавшими без вести. Из поступивших в адрес общественного объединения Атамнын Аманате 5000 заявок уже найдены сведения о 1130 солдатах и офицерах. При поддержке и участии Министерства обороны Казахстана за три года из России и Украины доставлены останки восьми казахстанских солдат времен той войны. Угурова Николая, его родная сестра, когда мы ей сообщили, была очень удивлена. Ей 90 лет, и она с нетерпением ждет сегодня останков для того, чтобы провести необходимый молебен и торжественное захоронение на родине. Фоменко Николая живы двое сестер и родной брат, которые тоже, им уже за 80 лет, которые тоже ждут. К сожалению, у Ркумбаев Турогали близких и родственников мы не смогли установить, но земляки его, откуда он был родом, откуда был призван, приняли решение захоронить его сами. Оленью ферму открыла жительница Западно-Казахстанской области. Она привезла животных из далекой Сибири. Необычных для региона копытных решила запечатлеть и наша съемочная группа. О северной сказке жарким летом в нашем сюжете. Это ягель. Это ягель, мух-лишайник, которым они у себя на родине питаются. Они его просто обожают. Мы привозим его с севера, заказываем. Больше он нигде не растет. В рационе у северного оленя обязательно должен быть этот мух. Из Хантамансийска в Уральск. Пожалуй, это самое жаркое лето оленей в их жизни и первое в Казахстане. Сначала на ферме появились буран и север. Пару месяцев назад их компанию пополнила Стелла с детюнышем. К слову, на свет олененок появился уже здесь. Кто-то крутил пальцем у виска северный олень и вдруг в Казахстане. Я больше скажу, ведь северных оленей нет нигде по всему Казахстану. Прежде, конечно, чем их привезти, поездила по оленям фермам по России. Пожила там, постажировалась, поучилась, попрактиковалась. Возникло желание открыть, скажем, кусочек севера. Что-то необычное. Что это будут сказочные рога. Что это будет Санта-Клаус зимой. Что это будут настоящие нарты. Что это будут настоящие олени шкуры, настоящая упришь. Все это я привезла оттуда. В этом году даже немного уже покатала деток. Научилась запрягать. То есть я сама запрягаю упришь, сама управляю. По образованию Надежда кинолог. Опыт работы с домашними животными большой. Но с этими копытными приходится заново учиться всему. Чтобы северным оленям было не так жарко, возвела на вес и организовала так называемые поливалки. Но больше всего нюансов питания оленей. В рационе предпочтительна лишь мягкая пища. Оказывается, нет верхних зубов. Так что можно не боясь кормить. А внизу мелкие-мелкие мельче, чем молочные зубки у деток. Две ванны полные. И плюс у нас здесь река. Они у нас с удовольствием плавают. Северный олень потрясающе просто плавает. Главное украшение оленя – это его рога. Растут они с молниеносной скоростью до 2 см в сутки. Неокрепшие рога называются пантами. Вот они даже мягкие такие на ощупь. Панты у этого оленя выросли буквально за 2 месяца. Когда на голове образуется такая шикарная ветка, в конце зимы они ее сбросят. Но что самое интересное, обладателями рогов именно у северных оленей являются не только самцы, но и самки. Например, можно увидеть, что вот такие маленькие рожки появляются у этого двухмесячного олененка. Это девочка, зовут ее Белла. Ежегодно северный олень сбрасывает рожки. Самцы скидывают рога, начиная с января по март месяц. Самочка скидывает после рода. Подходит к дереву, резким движением головы скидывают рожки. Вот они ровно, буквально у них вот так вот скидываются. Прямо под корень. И буквально на третьи, на четвертые сутки начинают расти панты. С северного оленя рог очень ценится, там потому что содержится пантокрин. Это удивительные животные, потрясающая энергетика от них. Что-то такое, не знаю, сказочное, что-то необычное, что-то потрясающе доброе. Приезжают сейчас даже больные детки, они общаются, они обнимаются, они целуются. Они получают своего рода терапию. Подарить детям, да и взрослым счастье, какой-то позитив, доброту, улыбки, смех. Для меня это, наверное, вообще на первом месте. В планах предпринимателя построить на территории фермы сказочный городок, чтобы дети могли не только покататься на оленьих упряжках, но и оставлять здесь письма Деду Морозу. А самое главное, дети должны поверить сказку. Россатканова, Баладжарл Газ, Хабар-24, Западно-Казахстанская область. Российская пианистка Варвара Мехкова впервые дала сольный концерт в Алматы. Он проходил в Казахской национальной консерватории при Аншлаге. Программу пианистки «Священное и мирское» местная публика приняла очень тепло. А сам концерт помогли организовать московские и алматинские компании. Концерт Варвары Мехковой стал большим событием галматинцев. Поклонники пианистки познакомились с ее творчеством и полюбили ее с тех пор, как записи выступлений стали выкладываться в соцсети. Раньше ее имя было известно лишь узкому кругу профессионалов. Теперь живой концерт Варвары Мехковой – сюрпризы для тех, кто далек от классической музыки. И даже когда в зале внезапно погас свет, зрители включили фонари на смартфонах и не дали прерваться ему. Публика сегодня в такой экстремальной ситуации, с которой мы столкнулись, несмотря на всю эту подготовку, так красиво свет выстроили на сцене, просто прекрасно. Но в результате все получилось так. И, как вы видели, сами уже были свидетелями, что зал встал мгновенно на аплодисментах. Концерт назвали «Священное и мирское». По словам Варвары Мехковой, это одна из лучших ее программ. В ней прозвучали произведения «Миссиана», «Скарлатти» и «Баха». Я играю с лучшими и любимейшими музыкантами, любимую музыку. И нахожусь рядом с людьми, которых я уважаю, которые меня уважают. Мы друг друга понимаем. Мне кажется, вот это самое главное. Таких музыкантов, как Варвара, мы слушаем дома, стараемся ездить в Москву, в Санкт-Петербург. И очень хотелось, чтобы услышала алматинская публика. И реакция была абсолютно фантастической. Благодаря Балтабеку и Гульнаре Мукашеву первый сольный диск пианистки вышел на материальном носителе. Теперь они планируют организовать в Казахстане гастроли и других известных исполнителей. Алмау Розбаева, Эдуард Кон, Хабар-24, Алматы. В израильской пустыне на юге страны археологи раскопали древнюю мечеть. Находку обнаружили во время строительных работ. По подсчетам экспертов, храм был построен в VII веке. Он представлял собой небольшое помещение квадратной формы с мехрабом. Мечеть была рассчитана на несколько десятков верующих. Рядом с раскопками также были найдены поселения византийцев. По словам экспертов, археологическое открытие отражает следы постепенного перехода от христианства к исламу между VII и IX веками. И в завершении о погоде. Аномальная жара ожидается в выходные на большей части территории Казахстана. Жарче всего будет на юге. Там столбики термометров поднимутся до 45 градусов. На севере, востоке и западе Казахстана будет прохладнее. Но ненамного там температура воздуха будет колебаться от 35 до 40 градусов. На большей части регионов страны сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. К этой минуте все. Оставайтесь с нами.